так ну показывает всем привет привет я вам сейчас опять же баллами похвастаюсь у меня у меня уже 11 баллов и видите отличия ой 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 умницу вижу да это и есть одно отличие молодец так где то что то еще есть да вот ну ка так понятно здесь что написано хорошо написано а потому что вот здесь ошиблась да ну а как получить 1 если минус что то 1 а потом 1 это как вообще что то минус 1 равно 1 от чего можно отнять 1 чтобы получилось 1 ну или минус 1 равно 1 неправильно еще вопрос еще варианты от чего отнимаем два ага два да два минус 1 правильно вот 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 да ну ничего да все правильно забрала машулю из школы и сейчас буду наполнять увлажнители наши я их наполняю примерно раз в сутки у них резервуар где то почему так темно ой теперь слишком светло у них резервуар по моему 4 литра у этих увлажнителей наполняю я их в итоге раз в сутки как раз примерно хватает ну может быть чуть больше получается так все мы просто один раз сейчас ладно шуметь перестанет мы просто один раз забыли наполнить увлажнители и вода в одном из них кончилась и он начал жутко просто жутко пахнуть пластмассой это было невыносимо мы вошли в комнату и был такой запах такое впечатление что где то оставили на батарее сохнуть протухшую половую тряпку мы просмотрели его полностью он абсолютно чистый он нигде не зацвел ничего с ним вообще не было и когда мы долили в него воды запах прекратился полностью я не знаю что это было и почему так но я к слову сказать до сих пор тихонечко кайфую от того как в него наливать воду вот просто вот так пару кувшинчиков и все ничего никуда не надо носить кайф помните кстати ту бадью салата которую я вчера показывала которую я сделала на ужин ее за ужин схамячили полностью и рекордсмены в этом по моему только Маша Маша точно и Димка я так я успела пару ложек только съесть у нас проблема века поэтому мы опять оделись идем на улицу чтобы это смешно не звучало но нам нужны шишки нам нужно к завтрашнему дню сделать поделку из шишек а у нас в округе как назло ни одного дерева которое давало бы шишки погоди и поэтому сейчас придется ехать у нас здесь есть недалеко санаторий и санаторий стоит в соснах будут у нас сосновые шишки я надеюсь что там еще дворники не все убрали а если убрали то еще нападало будем надеяться ты готова наделаете? да пакетик взяла? пакетик для шишек а отлично а Наверное, да. Я вытащила первый попавшийся пакетик из-под раковины. У нас там пакетница стоит. Готово? Поехали. Мы немножко не доехали до намеченного пункта назначения, но зато мы нашли кое-что другое. Здесь вот сосны сидят. Я надеюсь, что мы не все еще убрали. Вот маленькие шишечки я вижу. Совсем маленькие. Раскрытых нету. Вон валяются малышки. Шишки-малышки. Да. Ну, может быть, что-то покрупнее есть? Нам главное с тобой сейчас тут на мины не наступить, на собачьи. Во, Маш, возьми вот эту, она вроде ничего. Придумаем. А где перчатки твои? И под ноги смотри, а то тут собачки. В туалет ходят. Грибочки. Где грибочки? Вот, поганка, не знаю. Наверное, да, да, поганка. Кстати, грибами пахнет. Так, пойдем искать еще где-нибудь. А вон там много сосен, пойдем туда. Вот еще шишка. Возьмешь? Да. Ничего-нибудь изгодится. Да, вдруг. Вдруг. Так, а я про это место даже и не вспомнила. Это место недалеко от моей школы. Но я даже про него и не вспомнила. Забыла напрочь. Так, ищем. Наверное, это вроде ничего. Ну, только она очень малюсенькая какая-то. Совсем прям. Да. Главное, чтобы мои маленькие шишечки не улыбывали. Да. Мы уже дома. Ну, улов у нас небольшой, но тем не менее. Мы эти шишки сейчас помыли. Пускай они немножечко подсохнут. Я их сейчас, наверное, на полотенце отнесу куда-нибудь к батарее. И все. И надо будет делать какую-то поделку из них. И я, честно говоря, ожидала, что шишки будут как-то, короче, более пышные, что ли. Но они вот такие, и ничего с этим не поделать. Поэтому уж, ладно, как есть. Так как у нас с Машулей только такие вот закрытые шишки, у нас нет открытых. Поэтому сейчас мы будем устраивать маленький эксперимент в надежде на то, что шишка откроется. Клади. Вообще, ее лучше поставить, да, если она стоит. Не, она не стоит. Она не стоит. Ну, давай тогда просто положим ее. И все. Так. Ребята, это опасный эксперимент. Мы надеемся, что все пройдет отлично. Закрывай дверь. Так. И 3 минуты СВЧ. Только тут 7,27. Сейчас попробуем поставить. Сейчас прорвемся 7 минут. Так. 3 минуты СВЧ. Ну, примерно. Поехали. Поехали. Ух, я надеюсь, что она не рванет там. Надеюсь, что не рванет. Да, будем надеяться, что не рванет. Будем надеяться на это. Жалко, там внутри не видно. Ничего. Распушивается, как у тети. Сейчас дождь подойдет к нам. Вот. Да, она открывается. Круто. Круто. Действительно, круто. Ну что ж, ждем. Шишка раскрылась. Спору нет. Но не совсем так, как мы того хотели. Но, в принципе, лучше, чем когда она была закрытая. Наш эксперимент сработал. Эксперимент удался. Да. Шишки раскрываются за примерно 2,5 минуты в микроволновой печи. У нас тут работа кипит вовсю. Уже заготовки цыплят сделаны. Вот. Маленькие. Вот. Ого. Чего это он у тебя так вылупил все-то на меня, а? Удивленно. Наша, ты их немножечко придави, эти глаза-то. А то они у него прямо из орбиты вылезли. Клюв не придави, главное. Да. Цыпленок плохо видит. Ну ладно, нормально. Все, супер, клади. Покажи. Покажи чудо в перьях. Вот как выглядит чудо в перьях. Видите, люди? Люди добрые. Этот цыпленок. Только у него чуть ног нет. Отлично, без ног обойдется. Так, Машунь. А теперь можешь второму сделать глазки поменьше. Ладно? Ладно. А то этот какой-то очень удивленный. Смотрите, нахуй я милипучку. Давай, два милипусеньких. Такое сгодится. Сгодится. Давай, два милипусеньких сделай. Две бусинки. Тихо-тихо, аккуратно. Аккуратно. Вот, у нас тут пример стоит перед глазами, как делать цыплят. Мы просто хотим сделать, короче, из какой-нибудь большой шишки, например, вот из этой вот, курицу сделать. Ну, налепить, соответственно, голову с клювом, и получится курица как-нибудь вот так, а вот сюда голову налепить. Ну, или какую-нибудь другую шишку взять, вот типа вот этой. Да, вот эту, наверное. И сделать курицу, а вокруг нее будет рассадник маленьких цыплят. О, вот этот уже нормальный, только у него пластиконоса не удалось. Ну, ладно, давай. Нормально сойдет. Так, а где он такой цыплят? У него почему-то глаза вот тут. Ну, ладно, ничего, нормально. Ну, морковьки у него. Как хорошо. Аккуратно, третий, поделай. Третьего делай, цыпленка. У тебя их что-то только два, а теперь третий должен быть побольше. Побольше, значит, гигант. Нет, давай гигантский мы не будем делать, мы просто сделаем цыпленка побольше. А потом будем делать курицу. Смотрите, какой шар мой. Давай, катай. Главное, чтобы он был больше вот этого. Не надо никуда, в руках раскатай и все. Вот цыпленок. Это еще один? Нет, он уже был заготовлен. Я понимаю, а куда ты его денешься теперь? Я бы пристала на помойку. Ну, лон, прикатай его к этому, к своему, че ты. Вон, тем более у тебя этот маленький и этот маленький, а нужен нормальный, нужен большой. Вот такое вот плющенное. Не кривляйся, делай. Не гови. Да. Так, 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 так. Ну, в руках раскатай. Ладно. Между ладошек раскатайся. Блин, получается колбаса. Ты вокруг, ладошками вокруг делай. Вот такие движения, да. А то что у тебя получается? Не цыпленок, а колбаса какая-то. Сосиска на ножках. С колебом. Маш, ну, прекращай. Я не могу уйти. Больше я уйду. А? Маш, мне уйти, чтобы ты успокоилась. Хорошо. Ну, он как, он больше остальных получился. Ну, нормально, будет третьим, чувак. М. Держи. Теперь нужен клюв. И глаза. Глаза. А еще вот этим нужно будет сделать лапки. И курицы лапы нужно сделать будет. Такие ласты. Просто ласты внизу вот так, и все. И будет красиво. А из еще какой-нибудь этой шишки мы можем сделать ежика. Или мышку. Мам, едится? Да. Так. Короче, у тебя тут будет животный сад. Животный сад? Да. С разными животными. Маловато. Ну, ты уж прям огромный лупоглазик-то не делай. Не надо делать удивленного. Машуль, глазки должны быть маленькие, бусинки. Вот так вот пойдет. Как? Нет, это многовато тоже. М? Так, короче, я пошла. Ты кривляешься, ты играешься. Вот, такие пойдут. Такие пойдут. Так. Ближе, ближе к клюву. Вот так вот? Да, у тебя же глаза не на лбу, а впереди. Так, и второй. Вот. Ну, тоже удивленный, но пойдет. Ладно, нормально. Ласты теперь сделаем. Нужно налепить красных маленьких треугольничков. Красных маленьких. Нет, красных. У нас утята получаются, а не курочки. Утята, да? Утята, а не цыплята. Ну, ладно, будут утята. Утята и цыплята. А что ты из оранжевого бы сделала, нет? Ну, ладно, нет, делай из красного. Чего? И сейчас мы будем готовить вог. У нас уже все есть для этого. Мы здесь все уже поставили. Все, что нам понадобится, это соус терияки, соус соевый, болгарский перчик, нам понадобится морковка. Вот это вот, кстати, нам не понадобится. Что это? Не знаю, ты свой соус сюда поставил. Это чили. Чили, понятно. Нам понадобится кунжут, пекинская капуста, лук, чеснок, филе куриной грудки без кожи и лапша-удон. Готовить мы все это будем в ВОКе. ВОК у нас от фирмы Талер. Это модель 4199. Сейчас мы его откроем, помоем и будем готовить вкусности. Держи нож. Я же говорю, на нож. Ты говоришь, нет. ВОК у нас диаметром 30 сантиметров. Его можно мыть в посудомоечной машинке, его нельзя в духовку. Им можно пользоваться на электрической плите, газовой, керамической и галогеновой. У нас как раз керамическая плита. Мы уже поставили вариться воду для нашего удона. У нас на упаковке указано, что нужно варить 11 минут его. Ну, красиво с теней. Как там за один раз тогда? Мы уже подготовили и почистили продукты. Почистили морковку, подготовили луковицу, подготовили пекинскую капусту. Здесь у нас чеснок и болгарский перец. Сейчас будем все резать. Грудка. Пока мы режем все ингредиенты, ставим в ВОК на плиту, разогреваем его и наливаем немножко масла. Все, мы все нарезали и теперь начинаем добавлять потихонечку все друг за другом. Сначала курицу. Ее нужно немножко обжарить. Курица у нас немножечко уже обжарилась. И сейчас будем добавлять в курицу. Еще нутки три. А теперь кладем остальные овощи, лук, морковку, сейчас туда же чеснок и болгарский перчик. Перчик красивый получился. Вообще, мне кажется, должно красивое блюдо получиться, потому что все такое разноцветное. Оно же сейчас все перемешается, перемешается на самом деле в этом соусе, тареяки. Да, и салатик куда же. Все это делаем перемешиваем. Суммарно получился овощной салат. Немного перемешали все это и сейчас будем добавлять лапшу удон. Ну, Дима, как-нибудь можно было это покрасивее сделать, что ли? Нормально все получилось. Шлепну как есть. Нормально, зато он натурально. Да. Сейчас она немножко слежалась. И сразу можно соус тареяки добавить. Да, и как раз она размешиваться будет лучше. Слушай, уже так вкусно пахнет, мне уже хочется схомячить это. Так. Соус тареяки. Да, тареяки. Тареяки? А что он такой жидкий? Да. Ну ладно, давай. Ну да, вроде как по вкусу пахнет. Пахнет великолепно просто. Пахнет на самом деле тареяки. Ну, вкусно пахнет. Так, ну что, обжарим еще немножко, да? Да, немного обжарим еще. Этот, кунжут. Кунжут потом, потом уже в тарелке, да. Я предлагаю, чтобы немножко оно постояло и пропиталось это вообще. Блин, слушай, классная штука. Сколько мы? Минут 20 мы морочились всего, да? Ну да. Если не считать все, что мы резали, то само приготовление занимает, да, минут 15. Я сейчас тоже сколько? 7 минут. 7 минут? Все вместе? Вот, от курицы до вот готовности. Класс. У меня таймер он идет. Я так заспал, обжарил полминутку. Вкусно пахнет очень. Все. Этот вок обладает высококачественным антипригарным покрытием, а также на нем можно пользоваться не острыми кухонными принадлежностями, потому что покрытие это допускает. И в конце в тарелке уже можно посыпать кунжутом. Но мы кунжут любим, поэтому будем посыпать. Так, сейчас. Побольше, побольше. 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 Хорошо. Хватит тебе. Все. Приятного аппетита. Приобрести такой же вок, как у нас, можно в официальном интернет-магазине Талер. При оформлении заказа в корзине введите промокод Амари Лайф для получения 15% скидки на весь ассортимент. Все ссылки оставлю внизу под видео. И после всех наших мучений у нас родилось семейство курочек. Семейство цыплят и семейство курочек. Да. Вот. Из шишек получились курочки. Не спрашивайте, где хвост торчит, я не знаю. Где-то тут. И почему он такой? Цыплятки и курочки. Стабилизатор? Нет. Стабилизатор так и торчит сзади. Поэтому он самый удивленный. Вишь, какие глаза. Курс со стабилизатором. Ну да, действительно. Реактивный. Редактор субтитров А.Семкин